всем доброго дня сегодня мы с вами будем печь ржано-пшеничный хлеб домашний без дрожжевой у меня есть уже одно записано видео как испечь домашних условиях хлеб вот ну там у меня с добавками различными полезными но многие люди пишут что вот немножко это как бы напрягаешь надо что-то добавлять поэтому сегодня я покажу как очень быстро испечь вкусный домашний хлеб без всяких добавок значит нам понадобится кефир пол литра кефира мука пшеничная и мука ржаная то есть можете выбрать любую кто какой привык в разных городах разные продаются наименования дальше нам понадобится сода нам понадобится соль и мед и мы начинаем то есть я показываю как это сделать быстро выпекается этот хлеб в духовке мы берем удобную для нас посуду выливаем сюда пол литра кефира кефир можно брать любое часто задают вопрос пишут мне да можно ли использовать там прокисшее молочко но можно да то есть просто кваши могут на кефире как-то лучше всего и даже однажды у меня получилось так что она дачи надо было испечь хлеб закончился и а ничего не было забыла взять кефир у меня только было активе с собой я испекла на активе то есть равно хлеб получился очень вкусный выливаем пол литра кефира далее мы кладем соль год с горкой чайная ложка с горкой вот таким вот образом сразу убираю чтобы не мешалось тут дальше мы кладем с горкой чайную соду чайную соду далее мы наливаем сюда а то я забыл сказать что это растительное масло обязательно да то есть без него не получится растительное масло можно любое брать так раз два три в данном случае ну мы едим горчичное нам очень нравится но я знаю что не во всех городах она есть это только вот в волгограде и сюда же я добавляю столовую ложку меда мед тоже может быть любой а вы знаете есть такие опять же да там как бы не пишут что мед вредно печь я прочитала про это все вредно ли полезно ли до разогретый мед то есть столовая ложка меда вот в таких количествах абсолютно это не опасно и не надо этого бояться это если большими порциями да там подогревать кипятить мед там вырабатывается какое-то вредное вещество но я думаю что всем понятно сегодня используются и при выпекании всяких различных там булочек то есть мы вот это вот все замешиваем если уж как-то боитесь сильно там мед замените мед сахара тоже получится все нормально и хорошо вот это все размешиваем так сода соль мед масло размешиваем мед если у вас очень сильно густой на водяной бане в чуть-чуть тепленькой водички так подержать не в горячей не кипятить конечно не разогревать вот а в чуть тепленький ну вот вы видели да то есть не сильно жидкий мед но он очень хорошо размешивается я не разогреваю не подогреваю ну конечно если жидкий мед то это совсем прям хорошо вот таким образом мы все это дело размешали мед вот еще немножко тут попадается сейчас я можно миксером мешать я не достаю потому что обычно это всегда быстро мне нравится тем что это быстро вкусно ну и самое главное еще это полезно без дрожжевой хлеб однозначно здоровья что дрожжи в особенности генномодифицированные которые сегодня производятся сухие они не полезны для организма человека ну и естественно да там магазинные хлеба добавляются всевозможные добавки под названием е и номера для того чтобы они дольше хранились не черствели не покрывались плесенью мы все это едим и все это конечно укладывается в организм человека все мед хорошо размешался я заранее приготовила просеяла муку пшеничную да и ржаную да вот так вот они выглядят просеянные и я и и я просто вот так аккуратно высыпаю сюда значит муки мы берем я беру для этого рецепта вот такой вот мерный стаканчик у меня ну это обычный стакан 200 грамм да то есть 2 стакана пшеничной муки 2 стакана ржаной муки и тут же следом ровненько распределяю ржаную все и мы вот таким образом начинаем вот это все замешивать тесто не должно получиться тугим то есть если вы увидите что оно такое рыхлое мягкое не надо добавлять муку хлеб получится очень такой сбитый он испечется конечно но он будет ну не знаю такой тяжелый во первых а вот этот хлебушек да то есть тесто должно получиться мягкое вы сейчас посмотрите как это будет происходить вот очень хорошо так перемешиваем со дна поднимаю чтобы у нас там полностью все перемешалось не нет никуда не откладываю тесто не убираю для того чтобы она поднялась вот этот рецепт он просто замечательно я сейчас уже не помню где я его нашла потому что давно уже сделаю но спасибо тому человек кстати говоря там немножко изменила рецепт да потому что когда он стала делать по рецепту который был написан получилось совершенно никто и а методом проб ошибок я все таки создала да вот такой хлеб который пеку постоянно и у меня в семье все его любят и все кушают то есть вы видите вот перемешалось все это и что мы делаем дальше 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 я на досочку насыпаю немного муки сейчас я посмотрю хорошо ли видно так и просто-напросто эту перемешанную муку я выкладываю сюда на доску очень хорошо ведь отстает вываливается мы убираем присыпаю чтобы можно ну чтоб круг как кругом не прилипала и вот таким образом начинаю формировать уже нашу булочку рукам не прилипает мягкая такой очень текстура нежная и вот таким образом я формирую батончик немножко моего расплющиваем до чтобы придать ему форму батон и чтобы хорошо все пропеклось такой получается красавчик все он готов мы берем противень противня вы сделаю фольгой можно бумагой специальные да для выпекания ну мне больше нравится фольга чтобы не пригорало у каждого конечно индивидуально выпекает печь поэтому рекомендованная температура я делаю при 180 градусов может быть там чуть побольше бывает ну прям чуть но так 180 градусов 30 минут достаточно да для того чтобы этот хлеб испекся многие способы пробовала да чтобы это не подгорало первые у меня все время подгорали там и воду ставила в духовку все остальное в конечном итоге отрегулировала температуру вот и стала делать это на фольге получается все отлично и все замечательно мы выложили на противень наш хлеб да и делаем обязательно вот такие разрезы все очень быстро плита у меня уже разогрелась и вот в таком виде вот такой батончик я отправляю в духовку меня сейчас 180 градусов в духовке и на 30 минут я убираю туда хлеб так прошло 30 минут я достаю хлебушек нам с вами еще понадобятся зубочистки сейчас покажу для чего вот пожалуйста получился такой вот красавец я чуть чуть поближе еще покажу вот так видите какое у нас дрястый пупыристый такой вкуснющий что мы делаем дальше я беру вот таким вот образом поднимаю противень на дощечку вот такой красавец и теперь мы проверяем да то есть пропекся ли у нас берем зубочистку и прокалываем все хорошо ходит на зубочистки не остается тесто то есть если вдруг да вы увидите что здесь цепляется тесто можно немножко еще опять вернуть духовку и чуть-чуть подержать далее его надо немножко дать ему немного дать возможности настояться скажем так я укрываю его полотенчиком и в общем то через 15-20 минут его уже можно кушать но я сейчас опять же да по просьбе некоторые пишут там под моим видео а разрезать да почему не разрезали не показали все конечно свежеиспеченный хлеб не режут а вот но я сейчас ради того чтобы вам показать я это сделаю что же у нас получилось внутри а вот он прекрасно разрезается с пылу с жаром нарезаю хочется уже прямо его съесть вот таким вот образом сейчас положу чтобы было видно какой он в разрезе пожалуйста вот получился вкусный аппетитный ароматный он очень хорошо пахнет вот так что рекомендую печь до этой это не долго то есть по времени буквально там 10-15 минут замешивала объясняя 30 минут выпечка все вы достали у вас на столе готовый хлеб он не черствеет он не покрывается плесенью а три-четыре дня он хранится но как так если мы куда-то уезжали так получалось да что я много пекла чтобы с собой взять хлеб вот а так друзья мои съедается он конечно моментально очень очень быстро потому что очень вкусный но и однозначно полезный спасибо что были сегодня со мной с вами была мария смольникова пока пока и если понравилось видео друзья мои ставьте лайки я вам буду очень за это благодарна и подписывайтесь на канал буду делиться с вами всякими вкусными рецептами и как быстро приготовить вкусную полезную еду спасибо Продолжение следует...